Я думаю, что это затишье перед бурей. Я утром проснулся, посмотрел на новости, ставку сократили на полпроцента. Я посмотрел на доллар к иене, она была около 142, или даже слабее. А перед тем, как зайти сюда, она была около 144, немного еще ослабла. Но после анонса биткоин немного вырос. Но вот что странно, прибыль по 10-летним казначейским облигациям на самом деле выросла на 2-3 базисных пункта с момента анонса. Что, на мой взгляд, является интересным поворотом рынка. Ведь многие могли ожидать, что прибыль на самом деле даже сократится еще больше. Ведь сейчас преобладает уверенность в том, что к Найберскому собранию с 70% уверенностью рынок уверен, что ФРС сократит еще больше ставку. По крайней мере, на 25 базисных пунктов. Так что, думаю, сейчас говорить что-то предновременно, но будет интересно посмотреть, как будет крипто торговаться на выходных после того, как закроются традиционные финансы. Ведь сейчас кажется, что мы видели изначальную реакцию, а затем настоящая реакция произойдет на закрытии недели в пятницу. После чего крипта последуют вверх или вниз за выходные. И вот тогда мы на самом деле увидим то, о чем реально думает Рэдак относительно этих событий. Для меня очевидно в макро происходящем, что Джером Паул и Дженет Йеллен намерены использовать финансовые рынки, чтобы помочь на выборах Камали Харрис. Также очевидно, что это совпадает с сказанным тезисом. Ведь если мы с вами посмотрим на экономику, США, она невероятно сильна. ВВП в третьем квартале вырос на... Третий квартал этого года вырос на где-то 2 с лишним процента. Настоящего позитивного роста. При этом безработица по-прежнему находится на низком уровне, если сравнить с историческими данными. И зачем ФРС срезать ставку? Ведь все говорит о том, что текущий режим был абсолютно прекрасен для растущей экономики США. Так что такого плохого произошло, что они срезали ее на полпроцента, крупнейшее сокращение с марта 2020-го. Я думаю, что они хотят, чтобы рынки поднялись даже еще больше, чтобы вы выглядели еще более богатыми по мере движения к выборам в ноябре. А вот после этого момента инфляция может начать разгоняться. Ведь если люди считают, что правительство США бесшабашно тратило деньги, то как это положение могут объяснить займы с более дешевыми ставками? Я думаю, что иена продолжит укрепляться. Если ФРС, а также рынки уверены, что ставка продолжит сокращаться, при этом Банк Японии продолжает утверждать, что мы все еще на пути растущей ставки. Так что инфляция и ставка только со временем начнут приближаться друг к другу. Если вы торгуете иены с плечом, вам нужно выходить из этой сделки, потому что оба берега этого водоема говорят вам, что с одной стороны мы сокращаем ставку в США, а с другой стороны Япония говорит, что мы будем ставку поднимать. То есть это неправильно с точки зрения управления рисками сохранять такую позицию. Так что я думаю, быстро или медленно люди начнут продавать иностранные активы, то есть активы за пределами Японии, и снова покупать иену. Потому что им будет необходимо это для покрытия этой сделки, которая по-крупному будет идти против них самих в среднем сроке. Мне кажется странным, что многие люди в криптомире считают Трампа поддерживающего крипто. Он был президентом 4 года, он мог делать совершенно все, что угодно, начав с чистого листа, и он ничего не сделал для крипто. Многие из тех, кто сейчас находится в этих агентствах, пришли из администрации Трампа. Так что я не верю ничему, что он говорит. Он политик. Есть множество криптосредств, готовых пойти в пожертвования в политику. Он готов их забрать и сказать все, что вы хотите услышать. С точки зрения Харрис и демократов, вы их знаете. Вы видели их последние 4 года, их политики, которые они принимали. Но я думаю, что в конечном итоге США маленькие с точки зрения популяции, при этом очевидно очень большая экономика. Но взгляните на эту конференцию. В прошлом году они продали 10 тысяч билетов, сейчас сказали, что продали 20 тысяч билетов. Так что есть глобальное движение за финансовую свободу, за отвод денег от государства. И если американские регуляторы пытаются оградить всех от своего маленького водоема, да без проблем, пусть будет так. Но в конце концов, мы пойдем дальше. Нам не нужна регуляторная ясность от правительства США. Если будет хорошо, если нет, то будет все то же самое, что с 2009. Но мы выросли с нуля до 2-3 триллионов долларов капитализации экосистемы. Так что думаю, людям нужно перестать об этом заморачиваться. Но если вы хотите запустить бизнес в США, то очевидно это вас касается. Но если вы ограничены в своих действиях, то забейте на Америку. Есть целый мир, кроме нее. Посмотрите на эту конференцию, она безумна. Я чувствую энергию людей со всего мира, строящих яркое будущее. Так что пусть Америка будет в прошлом. В общем, крипто я торгую уже больше 10 лет. Понятно, что я запустил Битмакс в определенный момент времени. Мы пережили все возможные проблемы и сложности. Очевидно, крупнейшим стал март 2020-го, дедус-атака, когда биржа рухнула. Тогда люди думали, что мы спасаем биткоин от обнуления. Почему нет? Но, опять же, такие вещи происходят. Есть в интернете вредители, пытающиеся положить сервисы, и особенно клиентскую часть, и пытающиеся обманом выводить активы у людей. Но при любом раскладе, это ответственность протоколов убедиться и подтвердить, что на самом деле технология безопасна. В нашем же протоколе Афина мы гарантируем людям, что средства пользователей остаются в протоколе. Их средства не затронуты, а проблемы лишь в клиентской части программы. Этот подход является неотъемлемой частью работы с электронными системами. Поэтому здесь получается довольно интересный феномен, если говорить про биткоин ETF. Я думаю, что если говорить про США, то только там 13 фондов, крупных фондов, которые ежеквартально отчитываются о своих средствах. И вверху этого списка такие институционалы, как, например, Миллениум, крупные хедж-фонды, которые обладают всеми этими биткоин ETF. Многие скажут, о, вау, это все потому, что они считают, что биткоин ценен. Но на самом деле это не так. Они его помещают в базовую торговлю. Этот крупный фонд покупает биткоин ETF, а продает на СМЕ фьючерсный контракт, зарабатывая очень хорошую прибыль. Не знаю, какая там была ставка в то время. И по мере того, как эта ставка образуется, а цена биткоина упала и пошла в боковике последние полгода, мы видели, что эти институционалы начали продавать биткоин ETF на наличном рынке. И вот почему мы с вами наблюдали этот чистый отток за последние несколько недель. Что будет очень интересно посмотреть на отчеты в следующем квартале и посмотреть на тех, кто были вверху списка, что с ними стало теперь и какие позиции они занимают сейчас. По мере этих распродаж. Так что я думаю, что нам предстоит увидеть множество сделок, приверженных только лонговым ориентиром процентных сделок, являющихся эндогенами для криптосистемы. И здесь я думаю, что мы с вами увидим гораздо более сильный базовый сценарий для бычьего оптимизма в отношении накопления активов биткоин ETF. Биткоин — это оригинальная монета, мастодонт. Вот почему мы с вами все здесь. Это самые устойчивые деньги. Это криптовалютный резерв-актив. Я думаю, живет биткоин, живет криптосистема, верно? Если биток уйдет в миллион долларов, альта улетит до безумных значений. И если мы не будем поддерживать сеть биткоина и тех ребят, что обновляют биткоин-кор, при этом позволив государству забрать то, что мы сделали, то мы все подвергнемся очень большому риску, включая экосистему. Так что я считаю, что все, кто могут себе это позволить, необходимо поддерживать разработчиков, которые тратят свое время и силы, поддерживая то, что положено начало этому движению. Я думаю, что если биткоин хочет оставаться с самыми надежными деньгами, обновления должны быть нечастыми. Ведь последнее, что бы мы с вами хотели сделать, это подвергнуть такую среду опасности, то, что строилось в последние 15 лет. Также я не считаю, что биткоин должен оставаться неизменным. Весь смысл в том, чтобы он менялся в той части, что хотят поменять люди, но очевидно, что медленным, безопасным и осторожным подходом. И, конечно же, уменьшающаяся инфляция, на которую влияет халвинг, будут еще сейчас и тогда, когда рынок будет готов их ощутить. Может не сейчас, может через месяц-два, я не знаю. Но одна из самых больших проблем для майнеров – это конкуренция с ИИ за дата-центры. В настоящий момент имеет место ненасытный спрос на энергию и вычислительные мощности для обучения больших языковых моделей. Так что, если сейчас ты являешься биткоин-майнером, и у тебя есть доступ к дата-центру, ты можешь осуществлять майнинг биткоина, а можешь обучать модель ИИ. Так что будет интересно узнать, чем все это закончится с точки зрения экономических процессов для крупных биткоин-майнеров. Да, ну что, это отстой. Это было не смешно. Не буду врать. Лучше бы, чтобы это не произошло. Но я думаю, это является неотъемлемой частью управления централизованной криптокомпанией. Например, Сизи столкнулся еще с большей проблемой. Рос Ульбрих, например, получил пожизненное. А есть много других людей, которые нарушали законодательство США. Так что я считаю, что если ты управляешь централизованной криптокомпанией, то определенные вещи с тобой произойти могут. А еще это проливает свет на то, что на самом деле значит централизация. У нас много централизованных компаний. Они все подвергаются такому риску. И если тебе что-то здесь не нравится, то, вероятно, тебе нужно выбрать что-то другое. В общем, у BitMax все отлично. Очевидно, мы много зарабатываем. Я все еще в строю. Я не продал ни акции из того, что у меня было изначально. Рулить 250 компаниями не моя фишка. Это много всего. Это HR. Быть генеральным директором на самом деле мне не понравилось. Так что иметь возможность работать с очень небольшой группой финансовых профессионалов, инвестировать в трейдинг и пытаться заработать, для меня гораздо более интересно. Мне очень нравится то, что мы делаем в Майлстром, где я работаю. Это очень весело. Я люблю финансовые рынки. Я люблю о них говорить, читать. Я люблю инвестировать в проекты. Мне очень нравится Майлстром.